Итак, как я уже обещала, с 25 числа, то есть сегодня мы начинаем свой мастер-класс по теме сосновая ветка под снегом. Ну, собственно говоря, ветка есть, я ее сегодня принесла из леса. На самом деле так и есть, я не шучу, абсолютно из леса принесла, но снег принести не удалось. Ограничимся непосредственно веткой. То есть, зачем я это сделала? Собственно говоря, можно было просто картинку показать и не заморачиваться сильно, но я так думаю, что все-таки нужно изучить материал, над которым мы работаем, вот, и посмотреть, что из себя это, в общем, представляет. То есть, вот ветка, да, вот она. У нас стоит, то есть, понятно, что из иголок и ветка, это само собой. Вот, надо посмотреть именно, как располагаются иголки, как располагаются ветки, сама динамика движения веток, какие иголки бывают. Ну, вот, допустим, вот возьмем отдельную эту вот веточку маленькую, да, вот, и посмотрим, как растут иголки на венчике. Обратите внимание на они, да, вот, само расположение. Посмотрите, они достаточно уверенные, вот, такие вот очень прямые, да, тут можно было посмотреть. Вот, и в середине вот такого вот образования вокруг они ветки, получается, вспомогаются. Зачем я это все объясняю? Чтобы вы понимали вообще, что вы изображаете. Вообще, когда что-то рисуете, будьте, прежде всего, вы исследователи этой темы. Вы можете рисовать с картинки. Казалось бы, это очень удобно, да, но если вы не понимаете, от кучи, то растет, в общем-то, это не продуктивно на самом деле. Вы можете просто скопировать изображение, может быть, даже стиль скопировать, но это будет не ваш личный, вот, а вам нужно, чтобы это был ваш личный, индивидуальный рисунок, то есть, именно ваше видение предмета. Давайте посмотрим на иголочки. Вот, сейчас я оторву. Вот, смотрите, какие иголочки есть, да. Они, во-первых, растут в подвиг. То есть, мы, когда будем изображать их, вот, мы будем всегда подразумевать, что это вот две иголочки сразу, да, не одна, а две иголочки. Вот, они в паре растут. Во-вторых, движение самой ветки, обратите внимание, вот такое вот, да, вот такое вот движение ветки, да, то есть, ветка падает, потом она немножко как-то подкручивается, да, кверху, вот, вот, нужно посмотреть, то есть у нее, вот эти вот концы веток, они чуть-чуть подкручиваются, ощущение должно быть, может быть, как канделябры, не знаю, это вот, или еще от чего-то, да, то есть, вот именно, почему я с канделябры сравнила, да, вот, потому что, вот, он должен держать вот эти вот ветки, как, я не знаю, как свечи, может быть, но это у меня такие ассоциации, если у вас будут другие, то, в принципе, ничего против ними. Итак, давайте посмотрим, как рисуются маленькие веточки, вот, когда мы изображаем маленькие веточки, мы всегда должны помнить, что, во-первых, движения очень уверенные должны быть, очень уверенные. тушь на кисть, вот, тушь мне должна быть у меня черной, смотрите, какое движение, я рисую здесь только кончиком кисти, только кончиком, вот, а то елки у меня здесь, всякие штуки, вот, смотрите, чтобы, допустим, если вы не уверены, что можете держать кисть, прямо, смотрите, я кладу один пальчик на бумагу, а другим я, получается, держу кисть в этот момент, вот, у меня получилось, сейчас, вот, одна пара, да, вот, дорисую, то есть, я сразу рисую их, в паре, могу себе вот представить, что у меня здесь вот эта вот серединка, да, чтобы было чуть-чуть проще, и дорисовать иголочки. еще такой момент, вот, у меня достаточно такая вот уверенно получилось, ну, не знаю, венчик такой из... из-за иголок, ну, допустим, я хочу нарисовать веточку, поскольку веточка у меня достаточно сухая, то много воды я не использую, вот, да, могу сразу мне нарисовать еще одну, и дорисовать еще несколько, вот, они такие вот замечательные, не бойтесь, в принципе, делать такие вот движения, пускай они у вас будут красивые, такие яркие, и они должны, смотрите, пересекаться между собой, сейчас я вот так вот покажу, что получилось, у меня получилась веточка, видите, они у нее растут в разные стороны. еще такой момент, когда вы что-то рисуете, вот, в технике семьи, да, вот, вы всегда подразумеваете, что это ваше впечатление, вы не копируете изображение, то есть, вам не нужно прорисовку полную делать, да, вы должны передавать ощущениям. если веточка сухая, как вы здесь видите, вот она сухая, да, то она будет, вот, достаточно шершавенькая такая, вот, она не будет голоденькая, вот, сейчас я изображу. вот, да, и могу еще нарисовать, вот, сейчас я делаю кисточку плоской, окунаю ее в тушь, в черную, делаю на ней, как такие вот, зазубринки такие, вот, у меня получается вот самая настоящая веточка. можете добавлять, где вы считаете нужным, чтобы у вас в виде уголок, чтобы они у вас вот такие вот красивые были. можно делать так, таким образом, например, вот, сейчас я еще одну ветку, допустим, сюда добавлю, еще когда начинаете рисовать от одной главной ветки другую, вот, сейчас еще одну какую-нибудь нарисую и покажу более подробно, у вас должно быть отхождение, то есть, вы чуть-чуть задерживаетесь у ветки, чуть-чуть задерживаетесь, то есть, и я делаю кончик кисточки чуть-чуть плоский, она мне как лопатчика будет, и я ее достаточно сильно высушиваю, вот, у меня, видите, вот она лопаткой, и я ее, вот, то есть, у меня как вот здесь, вот, ну, не знаю, веточка не должна быть очень тонкая, там, где она имеет, так скажем, сочленение с основной веткой, вот, допустим, еще такой прием, сейчас я покажу, я раздвою кисточку, вот, у меня получилось два этих вот, у меня получается сразу две иголочки, да, вот, двойной штрих я делаю, то есть, вот такой вот приемочек можно употреблять, у вас тогда тоже будет веточка достаточно быстро пушистой, еще быстрее, чем если одну рисовать, вот, у меня получилось достаточно быстро пушистая такая ветка красивая, то есть, можно, в принципе, начинать как от ветки рисовать иголки, так и к ветке, ничего страшного здесь нету, абсолютно, и еще такой момент, здесь я ветку нарисовала достаточно светлой, но по законам вообще, в принципе, жанра, да, вот, нужно понимать, что ветка сама по себе, это вот, ну, представляете себе, основной ствол, это как прародитель этой ветки, да, это как, ну, не знаю, он обычно более светлым тоном изображается, дальше идут ветки чуть-чуть более усиленным тоном, а это как бы родители, и вот самые мелкие ветки, вот, с иголками, они более всего самые насыщенные туши рисуются, самые черные, так скажем, потому что оттенки туши, ну, рисуем преимущественно туши, вот, одной черной, хотя сейчас, по современной тенденции, можно включать и цветовые какие-то элементы, да, то есть, акварелью можно вписать, это все, ничего страшного здесь нет, обычно смешивается тушь с акварелью, и тоже очень красиво получается, вот, главное вообще, в принципе, это вот этот эффект, это биться, который мы планируем изначально, мы добиваемся с вами, чтобы у нас получалось вот именно состояние, да, вы как, не знаю, художники-импрессионист, который передает именно состояние предмета, вот, и вот у нас веточки, они более самые сильные потом должны быть, от них чуть-чуть слабее, более крупные ветки, если мы рисуем ствол, он обычно бывает более светового оттенка, чем все остальное, вот.